Привет из Турции, из Солнечного Мерсина. Я Светлана Ата, турецкая жена. И поэтому в этом видео я вас научу и покажу, как приготовить очень легкий и простой рецепт супа. Суп называется яйла чорбасы. По-другому его можно назвать пастуший суп. А также вторым блюдом будет шпинат с яйцом, то есть из панаклы юмурта. Несмотря на то, что они очень простые и легкие в приготовлении, турецкие мужья их просто обожают. Для этого нужно взять стакан риса, 1 треть стакана булгура и сварить. Можно также делать это и только с одного риса. В отдельную посуду я смешиваю йогурт. Нам очень нравится вот такой йогурт. Ложек 5. Добавляю ложку муки. Добавляю 1 яйцо. Тщательно смешиваю, взбиваю. Добавляем стакан кипятка. И эту массу вольем наш суп. Пока нам варится наш суп, мы тем временем приготовим вместе с вами испанаклы юмурта. Традиционное турецкое блюдо. Испанак – это шпинат. Его в Турции очень любят. Я, например, приловчилась сделать с него зеленый борщ. Часто мы делаем бюреки с испанаком. Ну и мой муж турецкий очень любит яичницу с испанаком. Чтобы вы знали, в каждую зелень я погружаю раствором с уксусом, так как, чтобы все паразиты погибли. То же самое я проделала со шпинатом. Затем оно мне полежало 20-30 минут в этой воде. И я каждый листик промыла тщательно. И это очень серьезно. Нужно перебрать каждый листик, чтобы не попался сорняк. Потому что многие сейчас в Турции отравились от этого испанака. Первым долгом нужно нарезать испанак на такие мелкие кусочки. Нужно нашинковать мелко одну луковицу, чеснок, пряности, которые я буду в конце добавлять, соль, черный перец, это тмин и красный перец перемолотый. Но можете добавить и горький, все по вкусу. На растительном масле обжариваем лук до корочки. Добавляем дольку чеснока. Следующий этап это пельцовая и томатная паста. По одной ложке перемешиваем и обжариваем хорошо лук. Добавляем с вами испанак или шпинат. Ну а этим временем, посмотрите, у нас уже сварился наш булгур и рис. Будем заправлять. Выливаем готовый раствор и перемешиваем до закипания. Я добавила еще соль. А здесь у нас готовится испанак. Как только закипит, мы делаем маленький огонь. Тут вообще нечего готовить. Очень легкий рецепт супа турецкого. Что мы делаем дальше? Такой кусок масла. Добавляем специи, друзья мои. Смотрите, черный перец. Вот это вот мята. Красный перец, но он не горький. И черный перец. Все это смешиваем. Можно еще добавить растительное масло. Турки очень любят жир. Очень. Растопила я масло с мятой. И посмотрите, эту смесь я выливаю в суп. и перемешиваем. Вот такая красота у меня получилась, друзья мои. Он очень вкусный получился. Приятного аппетита. А мы переходим к нашему испанаку, шпинату с яйцами. Он тоже уже готов. И наш шпинат тоже готов. Добавляем сюда сахарин, черный перец, соль, красный. Все вместе перемешиваем. Вот видите, вроде бы думала, что такая была огромная сковородка обеда. А посмотрите, что осталось. Почти ничего. Я яйца, два яйца спила заранее. И вот так заливаем. Можно и глазками оставить. Распределяем. Крышечкой закрываем. Намедленный огонь. И вот, друзья мои, посмотрите, что получилось. Сейчас я вам покажу, что это за суп такой, что это за червы. Посмотрите. Я тоже первый раз не понимала, как с йогуртом можно приготовить суп. Но сейчас я вместе с вами попробую. Это очень вкусно. Ну, а также шпинат. Вкуснятина. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok